Я вернулся. Продолжаем. Гири он нового персонажа? Нет, это не чтение. Ну ладно, нам всё равно предлагается генерировать персонажа, когда у нас нет ни одного другого. И мы разделись в месяц дракона на 24-й день этого месяца. Это месяц бойцов, которые сражаются с боевой магией, причём. Надо 10% увеличение эффекта навыков тактики. Минус 3 к виллпаверу, плюс 2 к силе, плюс 1 к тафне. Веб он скиллы наши, то есть оружейные скиллы, учатся на 10% быстрее. И боевая магия стоит на 10% дешевле в пауэрпоинтах, естественно. Как в адоме работает стелс? А очень просто. Ты берёшь, подходишь к кому-то и бьёшь его. Бэкстеббить особо... Да можно, там есть даже навык бэкстеббинга чёшь. Норм для убийцы. Не скажите, что это норм для убийцы. Какая разница? У нас будет какой-нибудь... Не знаю даже. Кто у нас будет убийцей? Хафлинг-убийца. Дракелинг-убийца. Орк или хоббит? Да, орк-убийца. Это хорошая идея. Все хоббиты хотят. Ну не все, конечно, но хоббитов в приложении больше всего. Хорошо, хоббит-убийца. Хафлинг. Профессия. Какая-то профессия, хоббит. А он говорит такой... Да ничего, он не говорит, просто нож вам в спину саживает и всё. Вы родились мужиком-хафлингом. У вас черные волосы, колечные глаза и... Довольно такая лёгкая комплекция. Ваши родители были бедными. Они любили вас и заботились о вас. Но вам приходилось голодать неоднократно. В целом, детство ваше было счастливое. Родители пытались облегчить вашу жизнь как можно больше. И давали вам, по сути, немало комфорта. В молодости вы серьёзно заболели. И страдали через несколько лет. В конце концов, когда ваша болезнь была окончательно излечена, вы остались вымотаны ею физически и духовно. И, в общем, юности насладиться не удалось. В взрослом вашем состоянии вам пришлось много и долго работать, чтобы... Ну, работать над тем, чтобы... Было на чём жить. Так, вы очень часто были усталые, раздражены. Но всё это теперь забыто. Когда вы, наконец, добились своей цели. В возрасте 42-х лет вы стали полностью обычным ассасином. Долго и тяжело работал. Видимо, полы в гильдии убийц под металл. А потом, в конце концов, заслужился до того, чтобы стать ассасином. И теперь можно расслабиться и убивать всех в спину. Вот бы младеньц-убийца был бы, говорит Йори. Ни разу таких не видела в играх. Ну, у тебя фантазии довольно специфичные, скажи. Хоббиту легко налаживать отношения с богом, говорит Шут. Смотря с каким. Я не знаю, какие у них боги. Привет, Зорг. Да, я стримлю старые добрые рогалики, но только эти рогалики, они такие графонистые вообще. Что-то с чем-то. Берём, как обычно, Алерт и Мизер. Это просто такие мастхеф-таланты, которые нельзя не взять. А здесь их можно только в самом начале. В самом начале не возьмёшь, всё. Провал. Ладно. Дрейк третий, назовём его. Что у нас есть? У нас есть накидка на голове. Кожаная бронька надета. Плащик. Короткие мечики. Есть кинжал в одной руке. В другой, точнее говоря. Колечко защиты. Перчаточки. Экипированы по полной. Сколько кинжалов-то? Есть бумеранг. Я офигею, конечно, с того, сколько у нас кинжалов. Видимо, предполагается, что мы метаться будем. Два пушина яда. Два пушина яда. Айрон рейшн. Кусочек альфийского хлеба. В ривенах деле, видимо, дали. Ладно. Так. У нас 1д6. Здесь короткий меч. А можем ли мы что-то взять лучше? Нет, наверное. Метай ножи. Мизайл вэппон. Мизайлс. Давайте будем метать бумеранг. Он, видите, плюс 3, 2д4, плюс 3. Офигенный просто. Есть ли бэкстеп? Да, конечно, у нее есть и бэкстеп. У нас есть файндвикнос. У нас есть стелс. У нас есть алертнос. Ух ты, круто. Хилинг у нас есть. А от нас хилинга нету. Так, раз нету хилинга, значит, вы уже догадываетесь, какой квест я буду выполнять. Потому что здесь есть квест, который позволяет хилинг получить. И Дрэк 3-й приходит в Теринье. Искать старейшину, конечно же. А встречает вместо старейшины девочку маленькую, которая рассказывает о своей собачке. Которую потеряла где-то далеко, в каком-то страшном проходе подземном. Ну, вместо того, чтобы идти на поиски, сразу же пойдем говорить со старейшиной. Он нам расскажет о том, что есть пещера где-то на юго-востоке. И деревенский плотник пытался исследовать подземелье, но его уже давным-давно не видели. Было бы прекрасно, если бы я нашел, где он там вообще пропал. Вот. А разве 2-1-д-4 не лучше 1-д-6? А как это 2-1-д-4? Вот у нас есть деггер 1-д-4 в одной руке, а в другой руке меч 1-д-6. Я вообще лучше два меча взял бы. Ну, не знаю, тут, по-моему, два разных оружия как-то стремно работают в Адоме. Я подробностей не помню, но почему-то их никогда никто не использует, по-моему. Вот, 2-2-1-комбат полностью и безоговорочно сосет. У нас есть деньги же, да? 52. Ладно. Два лоржейшена берем. Стрейн остановимся. Ничего не знаю. Надо качать силу. А, да, шериф. Шериф-то где? Шериф сейчас найдем сначала, а потом пойдем отсюда. Шериф не видно. Сразу куда-то смылся. Готовься к водичке, говорит The Fing. Вот, да. У нас свиминга-то нету? Нету. Правильно. Зачем нам свиминга? Мы же, в конце концов, хоббиты. А хоббиты, они не плавают. Они вообще не понимают, чем занимаются. Бездельники. Ну где шериф-то? А здесь покинуть? Нет, не хотим. Мы хотим найти шерифа. Здесь еще не были. Дугоморен, говорит, я все пропустил. Это что? График-пак. Это новая версия Адома. Там же Томас Бископ давно говорил, что он будет делать графическую версию. Неоднократно выкладывал различные промежуточные результаты. Только это будет выглядеть. И вот, пожалуйста, первый графический релиз. Не, ну я не вижу, шериф, по-моему, куда-то смылся. Хитрый, зараза. Чувствует, что я у него квест хочу взять. Сириз ли? Все, нет тут шерифа никакого. В этот раз у нас без шерифа все сгенерировалось. Я шучу, конечно, там шериф где-то есть, но мне лениво искать. Почему в бесконечных пещерах не качаешься? Не знаю, мне тут хватает. Тыц. Съели шакалу. Эй. Ко мне им не кидаться. Что у нас здесь есть? Слиток. Гоблинский труп, который мы съедим, конечно же. Мяс не очень вкусный. И как-то вообще есть его не очень приятно. Но куда деваться? Убиваем мышку. А, шериф с караначем пошел точно хлыбать. Вот, наверное, в этот раз в этом мире каранача будет убивать сам шериф. Он понял, что в прошлый раз я не справился. И нужно же как-то вытягивать ситуацию. Графон Рожденный вышел в путь дорогу к великим приключениям, к рекам крови и боли отчаяния, к величию и власти, пишет Йори. Да, вот именно так должна начинаться по сути игра. И на их языке он Дракон Рожденный. Дрейк. Да сдохнет уже мерзкое животное. Чувствуете разницу между предыдущим персонажем и этим? У предыдущего со старта было 8 Protection Value. Это очень круто. Зато хитпоинтов было мало, а здесь хитпоинтов больше, но зато Protection Value похуже как-то. Второй левел. На втором левеле будем качать, что бэкстеббинг, всякий Find Weakness, стелс, да не, ну нафиг. Alertness, конечно же, хилинг, а хилинг, которого нету. Додж надо прокачать. У нас всего 3 есть возможности прокачать что-то, а скиллов немерено просто. Кругом скиллы... Арчери качнуть, что ли? Есть Cooking, тоже неплохая штука. Просто глаза разбегаются. Гарнинг абсолютно бесполезный. Лиснинг, литеруси... Арчери качай. Зачем? Где хилинг взять? А мы возьмем его скоро очень. Я вам покажу где. Литеруси, наверное, качнуть нужно. Концентрации, правда, у нас нету. King Locks есть. Хе-хе. Неплохо. Алертность полезная штука. Очень полезная. Мускулы наши становятся сильнее. Наша сила повысилась. Была 7, стало 8. Это плюс. Счастливая печенька валяется здесь. Так. Lockpick. Picklocks. Нам нужен какой-нибудь инструмент для Lockpick. У нас есть такие вещи? Tinderbox, Hips, Torch, Kunkinset. У нас, к сожалению, Lockpick нет. Так вот сейчас можно было бы дверь попробовать взломать. Да выбивайся ты дверь. Есть. Наконец-то попинав дверь на протяжении достаточно долгого времени, я ее таки уничтожаю. Какой-то Letta Cup нашли. Давайте посмотрим. Будем в кожаные шапочки ходить. Знаете, такая плавательная шапочка сейчас на голове у нашего хоббита. Вот уже третий левелл. Чем хороши хоббитцы, они очень быстро левелапаются. Кошмалый ел. Согласен. Можно ли камнем выбить дверь? По-моему, нет. Фридзенка тем временем делится своими впечатлениями от игры. Параллельно играет. Говорит, только что чуть не умер в лесу с энтами. С тайлами ориентироваться просто невозможно. Ну... Тайл они такие опасные. Додж. Файн Виккнесс. Это вероятность нанести критический удар. Можно я, конечно, прощать. Так, чуть-чуть совсем. И стелс качнем, наверное, тоже. Вот он. Вот он, Треже Хантер. Талант моей мечты. Широкий меч упал с мышки. Представляете, широкий меч у мышки где-то там был спрятан. Где я даже представить не могу, но... Мышка летала с бродсвордом. Наверное, им сражалась. Взяла в свои цепкие лапки. Упс. Меня вывернуло наизнанку просто от этого мерзкого мяса. Так, а где выход-то? Точнее говоря, спуск ниже. А, вон он. На карте видно вроде бы даже. Но карта ужасна. Что это признать? Четвертый левел. Не успел по первому уровню пройтись уже четвертый левел. Вы только посмотрите. Будешь ли качать стелс? Да. Додж трогать не будем. Еще файдвикнесом. Мэкстеббинга. Мы же ассасин, в конце концов. И плеваешь, если скиллы не особо важны. Сколько у нас экспириенса? Совсем немного до пятого левела осталось. Вот эта музыка мне как-то больше нравится. Вот эта музыкальная тема. Денежка. Ой, я уже голодный. Что, печеньку сожрем? Давайте печеньку сожрем. Не, мы будем ларжейши наджрать в первую очередь. Они очень много весят. И так мы сможем хотя бы быстрее двигаться на части. Потому что у нас вместо Стрэнда теперь Бёрдон. Атакователя Хоп Гоблина. Да, конечно. Вот это тот момент, когда мы можем юзать бэкстеп. Хоп Гоблин меня не замечает. Я к нему подкрался в стелсе. И опа! Я промахиваюсь. А-та-та! В этом вся суть стелса. Серебряный амулет нашли какой-то. Пушин яда еще один. Честно говоря, не знаю, как использовать пушин яда. Можно ли как-то отравить оружие? Наверное, можно. Я так понял, тут бэкстеп работать не очень, говорит Челорд. Да, вот сейчас бэкстеп не сработал. Не то, что не сработал. Я не сработал. Упс. Было жарко. Взорвалась дверь. Там была какая-то ловушка у нее установлена опасная. Мы стоим немножко, полечимся. Смажь стену ядом. И потом Гоблин начать головой бить об эту стену, смазанную ядом. А что, идея, в конце концов, хоть какая-то? Тут пусто. Его совесть мучает, говорит Птеродактель. Хоббит не может быть бить в спину по религиозным соображениям. А, он же Лоуфул. Вы посмотрите, Лоуфул Ассасин. Какой каламбур. Убийца законопослушный. Он, наверное, только лишь по заранее выданным лицензиям убивает. Ну, как-то так. Кстати, можно же бутылку с ядом швырнуть, говорит Дефинг. Можно, можно. Безусловно, такое нам доступно. Ты умришь, ты? Слишком большая какая-то летущая мышь. Нам нужно ее агрессивом побить. Нам настройки тактики больше бонусов дают. Какое-то кольцо деревянное нашли. Кстати, персонаж голоден. Съемка и печенек. Сейчас, на секундочку отвлекусь. Жасливой убийца из Планскейпа, пишет Гвинн. Передают Дрейку привет. И он тоже им передает привет. Говорит, что обязательно в Планскейп когда-нибудь заглянет. И там тоже будет графон. Такой, что прям все офигеют. Как Декстер пишет, Маткор убивает только плохих. И в кровли стелс веселее. Да, в кровли стелс это просто замечательная механика. Очень интересная. Единственная ее проблема в том, что она в юнгейме не работает нормально. А так, да. Можно окунуть оружие в яд. Но если таким оружием убить моба и отравить его, то кушать труп не рекомендуется. Ага. Ну да, можно какой-то предмет окунуть в поушен. Есть команда на это, дип. Да, заглавное вроде бы. А, это дринк. Нет. Троп. Ну не помню, в общем, как-то можно. А сейчас нам нужно съесть орка. Срочно. Съели орка. Хоббиты воруют кольца, сбиваются в бандформирование, разрушают города, дружат с деревьями, не дружат с пауками, вулкан засорят, говорит, зорк. Ну, хоббиты, да, они жуткие вообще. Дрэйк, ты уже в аддоме. Привет, кстати, зорк тебе. Я, по-моему, с того уже здоровился, но неважно, почему не поздороваться второй раз. Пятый уровень. Самое время идти за шерифом опять. Не знаю, что делать с этим шерифом. Он какой-то... Two-Wapen Combat, может быть, качнуть, но Two-Wapen Combat нормально не работает в этой игре. Вот зачем нам этот скилл? Я хилинг не нашел так. Ну, дож, ладно. Дож, конечно, нужно погушать каждый раз обязательно. Так, че еще бы повысить? Find weakness, криты, пожалуйста. First state можно качнуть сперва. Пока что у нас еще нет хилинга. Сейчас валите отсюда, пора. Чувствую, сейчас шестое левел будет у меня до того, как я отсюда выберусь, а не я в коварде бью. Все-то лол. Это было на втором уровне подземелья, а? Как левелапаются эти хоббиты? Ну, хорошо, конечно же. Итак, чувак, я сейчас тебя зарежу. Если не скажешь, где шериф находится. Ой-ой-ой, абыр-абыр. Реально бэкстебнуть фермера? Да не-не, не надо, ладно, ладно, пошутил. Живи. Шериф! Шериф, девочка, ты видела шерифа? Ой, я же такой страшный. Я же обещал спасти твою собачку. Ладно, пошла вон отсюда, девочка. Шериф, шериф, ты где? Теват Пэээр! Я найду и убью тебя, грязный ублюдок! Ну, ладно. Видимо, он нас просто не слышит. Шериф-то, походу, похлеще ассасина. Стелсом владеет. Спрятался... А, вот он! Вот он, здорово! Так. То ли ты как-то так сныкался, что я тебя не заметил, реально. То ли только из инвиза вышел. Бэкстебни девочку, будь добрым хоббитом, рекомендует Сиродаксель Ладно, зачем девочек бэкстебить, с них лута мало, понимаешь ли Дай скажу... О нет, стал ничего не буду говорить Я на такое не поймаюсь Кронович из Рейдера из Роминг в Кантри Сайд Это мы уже где-то слышали, он там их регулярно грабит И требуется за поимку Точнее говоря, за поимку Каранача полагается награда У нас золото-то есть, да, еще 66 золотых Можно еще Ларрейшин взять и съесть его сразу же на месте Так, тихо Берем Ларрейшин Платим за него Сразу же жрем на месте Так, Дрейк в поисках В поисках, в поисках Чего-то там Ходит, бродит И находит оркский патруль, от которого пытается сбежать Да, им удалось это сделать Уже кушать хочется опять Очень быстро мы голодать начинаем Еще один Ларрейшин А если съесть, не заплати, говорит, снегами А там нельзя будет съесть Там вся фишка в этом Наверное, Fortunate Cookie Съедим печеньку Там написано Говорят, что грибы имеют странные эффекты Зачем говоря, растения Ладно, вы шутите Быть такого не может Съедим хлебушек Вандер Визард Давай, до свидания Летит бумеранг в него Так, понятно Он тут порезовал всякой дрянь А я, пожалуй, уйду тупо Браунбе Тоже не интересует Мишка, ты не тот, кто нам нужен Нам нужен Краначи С Краначи мы видим облом второй раз Это Адом? Да Святой Гробовщик Привет тебе Это Адом 14 пререлиз В 14 пререлизе появилась Такая замечательная штука Как графон Мыльцо Щиплет глазки И Дрейк вообще Сюда прибежал к нам из Uncharted Сидим Iron Ration Даже не знаю, что делать Но куда делись эти рейдеры Кто такие квесты дает? И надо указать на место Какое-то на карте Где лагерь их находится Не, все Я слишком голоден Видимо, придется с этим квестом Нам распрощаться Пойти закупиться еще Хавка чуть-чуть У нас есть денег на это Можем два где-то Ларжейшна купить Этого будет достаточно Для того, чтобы не сдохнуть С голода в подземелье А что у нас так много веса Имеет? Ну-ка посмотрим У нас есть cooking set Довольно тяжелый И в общем-то все Все остальное Мало весит Ну и пофиг А где стрим По вселенной Fallout? Где-то там В будущем Если ты умеешь Заглядывать в будущее То загляни Ты увидишь там стрим Но я не могу тебе сказать Точно, когда надо смотреть Опять жрать хочется Ну ты ж Хоббит какой прожорливый У нас тролль-то Менее прожорливым был Уханка эльфийского Хлеба восстанавливает Как четыре Ларжейшна Только я ее По этому берегу Ускорение игры Включил Сейчас посмотрим Опять это Панджель Currently off Засейвим Буду ли я стримить Муравинт? Возможно Всякое бывает Бывает Находится желание Постримить что-нибудь Такой и Зелдерскроллсов Спустись вниз Коронач Появляется В треугольнике Тирине Бандит Из Молкей Ну да Можно было ниже Нет Вот знаете Вот сколько Я его не встречал Он всегда Недалеко от Тирине Встречался Если он в треугольнике Появляется То не факт Что обязательно Прямо куда-то вниз Нужно спускаться Есть инфа Что Дрэйк Фейс Там уже авторские НДС Дрэйк Фейс Еще и камни Кидает О Стрелы Стрелы мы возьмем Потому что я лук Хочу Потом найти Совсем ничего Осталось нам До шестого В уровне Пойдем вниз Тут наверное тоже Сразу пойдем вниз Потому что уровень Уже весь обследовали Делать тут нечего Какая-то странная Летучая мышка Она какая-то Фиолетовая Вся А это Гигантская Летучая мышка Таких мы Видели Лизардмен Жил был Лизардмен Жил и умер Какая-то такая Грустная история Про Лизардмена Будет ли когда-нибудь Баггерфолл Да Будет обязательно Только не в виде Полного прохождения Возможно Это будет Краткое прохождение С таким Хайлайтом Ключевых мест Возможно Это будет Что-то другое Но я Целиком Вот по подземельям На протяжении часов Бродить не собираюсь Это извините Такое наркомания Завтрак Ижедневный завтрак Полдник После Полдничный перекус Гвини вспоминают Все виды Все виды Завтраков И прочих перекусов Которые есть у хоббитов Ааа Меня отравили Аа Я не буду Я умру Молодым Нет А может и не умру Я теряю кровь Все рстает Угу Вот в общем Кажется Очередной гуф Нас ждет Гуфочек нам приходит Гуфочек нам приходит Веселье приносит И слив бодрящий Откёрта вкус Всегда настоящий Так Ну давайте Вылечимся Все же Мы сможем Хоббит Ты справишься Я верю в тебя Это просто как-то Слишком по-моему Донно Слить двух персонажей Подряд Одинаковым образом За счет яда Ждем Ничего не происходит Ну и пофиг Съедим пока труп Он довольно вкусным Оказался Гуфо Если я начинаю Бартам Говорит The Fing Будешь котиков Убивать Обголем Это как-то Слишком жестоко Тебе не кажется Я знаю Что второй уровень Не весь обследован Он почти весь обследован И Ну его нафиг Эльф прожил 20 часов И поел За это время Раз 10 Он похоже Прожорливый Как тролль Говорит Вайп Эльф-то Эльф тоже Да Там вообще Очень сильно Жрал Постоянно Запас хитпоинтов Конечно побольше И яд Видно Не такой сильный Падает Реже У нас здоровье О Все Яд Закончился Отлично Иди сюда Кому сказал Стрел Подбираем Ух Шесть А двери Какой-то По ушам Нашли Но мы Еще отсюда Не будем Уходить О Можно Ковальду Убить Он пробивает Ни через Арморку И Бьет Очень Больно У нас Хилинга Нет В общем Проблема Без Хилинга Мы Очень Медленно Лечимся Видите Мы вообще Просто Адово Медленно Лечимся Скучно Умирать Да Элбайт Умирать Очень Скучно Но Временами Бывают Такие Смерти Которые Сразу Тебе Как бы Отплачивают За 10 Других Сливов Когда Ты Умираешь Настолько Интересно И весело Что Даже Прям Кажется Не зря Так Какой-то Камень Из двери Вывалился Точнее С потолка Упал Каменный Блок А это Кто У нас Такой Гоблин Капитан Зомби Еще Пробивает Нас Но Это Ненадолго Тоже Тоже Через Через Лед Тоже Не зря Провалился Да Меня укусил Бумерангом Бумерангом И А что Дрейк Все образы Все образы Они чисто В голове Происходят Они рождаются Твоим Воображением И Ты Сам Представляешь Как выглядит Тот Или Монстр А здесь Вот Ходят Дрейки Такой Вот Ага Мы вступили в Темную комнату Вся Вся суть Темных комнат Вся суть Темных комнат Что они Не темные Кого-то я убил Даже сам Не понял Кого Я могу Теперь Создавать Яд Из любого Поушена Ну а как Забавно Это видимо Вилка Ассасина Которая На шестом Левеле Дается ему Хилинга До сих пор Нету Видимо Додж Придется Скачать Кроме Доджа Алертность Конечно же Find weakness И в общем-то Все Что мы будем Качать еще У нас есть Возможность Прокачать Какую-нибудь Ветку Оружины Но они Уныло И ужасно И самое главное Это выживать Можно Кефл взять Можно Харди взять Три хитпоинтом Это добавит Кроме того Возможность На ДВ На Дефенсив Вали Потом Ветку Качнуть Но Ну его Нафиг Я же Не танк Правильно Я маленький Гоб Гоб Фу ты Хафлинг Заговариваюсь Уже Не помню Кто Убил кого-то Пока искал Выключателя А уключателя Там нет Снегами Это же Фуэнтези Да что Квик Квикбери Да Скорее всего Возьму Квик Как это Делаю Каждый раз Это ускорение Да Это ускорение Оно Очень Круто Вы бы Знали Насколько Вот здесь Темно 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 Кстати Ковард Включим На всякий случай Но темнота Со временем Рассеивается Если мы Ее всю Рассеем То комната Останется Темной На самом деле Но Она будет Выглядеть Как светлая И вот это Ужасно Просто Это кто Такой А Джаред Хиллер Здравствуй Целитель Добро Пожаловать Брат Хочешь Ты Научиться Чему-то Или Получить Исцеление Научиться Конечно Следуй Правильному Пути И для того Чтобы я Себя Научил Нужно Проявить Милосердие Ну ладно Ну а пока Ты меня Можешь Исцелить Джаред Целитель Прикасается К вам И вдруг Я чувствую себя Заметно лучше Я Смогу Исцелить Тебя Еще Шесть Раз Говорит Он Ну да Я тебе Верю Дверь Откройся Еще Еще одна мышка Так Стоп 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 Она оставила Трупа Это значит Мы его можем Съесть На вкус Как курочка Тебя Теперь у тебя Есть Хилинг Нет Для того Чтобы Хилинг Получить Нужно Проявить Милосердие Как я его Проявлю Я же Гребаный Ассасин Я убивать Умею Может Убить Из Милосердия Кого-то Нужно Хм Это вполне Может быть Так Кидаем Бумеранг Ловим И подбираем Айрон Рейшн Отлично Какой-то Свиток С крысы Упал Не знаю Зачем Крысе Свиток Но Бывает Ходят Такие Крысы Со Свитками По Подземельям Считают Так Время От Времени Образованные Крысы Наверное Когда-то Учили Когда-то Жили В каком-нибудь Вузе Еще Один Труп Летучие Мыши Отлично И Пожалуй Спускаемся Ниже Что будет Если ты Не поймаешь Бумеранг Вай Все Просто Он Упадет Где-то Недалеко И мне Придется Подобрать Самостоятельно А так Он Моментально Возвращается За один Ход Хотя Вроде Должна быть Как у Хоббита Сковородка И Ты должен Готовить еду Да У меня Кенсет Есть У меня Набор Для готовки Есть Что там Вайп Пишет Я просто Думал Ты можешь Сам Себя Бумерангом По голове Убить Не настолько Сурово Я надеюсь Потому что А вдруг Могу Какой дешевый Плащ Нужен Нужен Ли Он Нам Стоять Бояться Предъявить Документы Не Предъявили Флетч Вышивай Эту дверь Хе-хе-хе-хе И сделаешь Что-то Не так Просто Мне было Лень Обходить Ее Это был Пример Того Как мне Надо Делать Как бы Специально Для вас Что у нас Тут еще Есть Жучок Я его Два раза Ударяю Потому что У меня Два оружия В руках Я его Сначала Заставил Видели Была Надпись You Стаб Хорошо Идем Вниз Сколько Еще Стрим Примерно Будет Да Не знаю По настроению Исключительно Может быть Часик Где-то Буду ли я Заливать Это видео На ютюб А как Скоро Буду Скорее всего Завтра Буду Заливать Опа Это еще Что такое Гнол Хе Ретлинг Время 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 Даже Показывал Показывал Где-то У нас Приложение С монстрами Но На вкус На вкус Какое-то Протухшее Мясо Реально Что-то Не очень Кто-то Порядком Устарел Импровед Гайдбук Устарел Улучшенный Который Который Обновлялся Упс Что-то Провалился Куда-то Шесть Нужно Теперь Яд Лищить Яд Сильный Фёрст Эйд На Джей Не Получилось Да Яд Очень Сильный Отравить Себя По уши Яд Я могу А вот Вылечить Яд Нет Забила Эту Крысу Но Толк Немножко Рана Подлечил Но Эти Раны Они От Яда Что У нас Есть Кинг Поушен Например Есть Золотый Поушен И Эмбер Янтар Наверное Еда Есть Золото Но Лечиться Нельзя Крысу Съест Хоббит В смысле Ой Я упал Еще Один Пит И Умер Вот так Вот Провалился К змеям К чертям Расшипся И Сдох Там Был Какой-то Неизвестный Поушен Попробуй Выпить Грит Квин Не 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 Это Плохая Идея Пить Не Дефицированные Поушены Вот так Вот так Шел Шел Хоббит По подземелью Наступил Оступился Упал В Гадюшник И Сдох Давай Некромант Грит Лорд Сейчас Посмотрим Кого Будем Создавать Сейчас Я Перезапущу Адом Хотите Увидеть Последние Сообщения Перед Смертью Нет Спасибо Полную Карту Уровня Да Пожалуйста Дайте Мне Полную Карту И Толку От этой Полной Карты Хотя Я Теперь Вот Видеть И Могу Но У меня Не Весь Экран Занят Уровнем Наоборот Не Весь Уровень Помещается В Экран Что У нас В Инвентаре Да Я Конечно Хочу Посмотреть Инвентарь Вдруг Я мог бы Спастись В Юстаф Амулет Защиты Некласс Оф Рэпид Хилинг Она Она Могла Сделать Нашу Жизнь Более Как бы Сказать Простой Пушен Эксчейнж И Хилинга Ну Хилинг Бо Временно Помог Бо Конечно Не Спас Бо Свит Кассетейшн Нам Не Нужен Так Вот Как То Там даже написано Что сломал шею Упав в яму Горит Вайп Печаль Должна же быть Раса крабов Горит шнигами А вот и нету Такой расы Нету Когда играет Дайз За кого бы то ни было Он все равно Становится крабом Нет Меморальный файл Нам не нужен Мы перезапускаем Аддом Потому что Он зараза Имеет свойство Все время закрываться Когда игра заканчивается Вот Аддом снова на экране Я сейчас сделаю Минутный перерыв И вернусь Продолжим Убивать персонажей А вы тем временем Можете мне насоветовать Чего-нибудь интересного Кем играть Потому что Надо же Разнообразить Репертуар смертей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok